Авангард 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 Слушайте, тут недавно вышел Молодежь всерьез подумала, что это, в общем-то, к нам относится. Поэтому и был такой хороший сбор у фильма. Точно. Хорошие продажи пиццы были тоже. Продажи пиццы. Скажи, пожалуйста, вот очень много разговоров ходит о том, что сейчас искусственный интеллект вплотную подобрался к творческой составляющей нашей жизни. Вот ты, как автор-исполнитель, как музыкальный продюсер, чувствуешь, что искусственный интеллект может как-то повлиять на творческую жизнь? Я вспоминаю свое обучение в военном училище. У нас там был прапорщик, командир группы. Вот это был яркий показатель искусственного интеллекта. Знаешь, он такое? Сознание сужено и зафиксировано. Поэтому искусственный интеллект, который сейчас, как говорят, сильно нас всех напрягает и настораживает. В музыке, конечно же, можно написать обязательно мелодию, тексты, но не будет вот этой вот ламповости, вот этой лампы не будет. Все равно нужно придумывать. Все равно человеческая составляющая, имеется в виду эмоциональная, она пока что еще интеллект перевешивает. Но что будет дальше? Мы же еще в 80-е насмотрелись этих фильмов с Арнольдом Шотцрингером. Было страшно, на самом деле. Потом стали это все повторять. Вот я вспомнил жуткий фильм «Химера». То есть такие вот. Это маленько напрягает. Но мне кажется, что все равно настолько мы изворотливые люди, что искусственный интеллект нас не сможет взять никак. То есть мы очень изворотливые. Все равно есть, знаете, на кое-что есть лом. Всегда он не помешает. То есть я думаю, с какой-то обычной компьютерной большой сетью обязательно должен висеть щит пожарный, где багора, лом, ведро с песком. То есть это чтобы сразу разобраться. Скажи, пожалуйста, а вот на одном из предыдущих мероприятий мы с Владимиром Петровичем Пресняковым разговаривали на эту же тему. И он говорит, меня с развитием, допустим, хакерства все больше и больше волнует вопрос, который связан с посягательством на интеллектуальную собственность. У тебя или у кого-то твоих коллег, друзей не было случаев, когда кто-то пытался материал как-то украсть или еще что-нибудь? Ну, что значит украсть? Ну, есть в свободном доступе песни наши. В общем, мы ограничения никогда не ставили. Этим занимаются компании определенные. Ну, кто нашу музыку продвигает, поддерживает. Они, наверное, этим пользуются. Я-то лишь ничего. Я покажу сейчас свой телефон. Вот он. Такой с кнопочками. Свидетельствую. Самый простой кнопочный телефон. Постегательство на мою интеллектуальную собственность. Как-то оно очень все просто. Там какие-то, я знаю, есть, типа зайцев нет. Еще что-то такое. Там это все находится. Вот, но если бы была какая-то отдача большая, да? Ну, скажем, написали мы песню, сочинили ее. И это же было давно, в конце 80-х, начале 90-х, когда вот те все хиты прописаны. И тогда, в общем-то, показатель всего это были ларки кассетные. Ну, никто это ничего не взламывал. Мы, наоборот, их туда отдавали сами. А вот последние годы, конечно, молодые группы, ну, у них там потрясающее количество просмотров, прослушиваний. Накручены. Да, ими же самими. Накручены, думаете? В основном, да. А что, я так не делаю? А, у меня телефон другой. То есть я бы, может, тоже накрутил, но меня это, в общем, не греет количество этих просмотров. Ну, может быть, им и нужна какая-то уже защита, кто помоложе, да. А мне, если бы кто это объяснил вот правильно, я бы, наверное, тоже этим пользовался. Потому что, наверное, бы это мне пригодилось. Нет, я просто недавно работал с... А Володя Пресеков что боится? У него, если воровать будут, только одну стюардессу. Стюардессу, да. Ну да, а что, а другой-то зачем? Другой так везде все есть. Я почему спросил, у меня был опыт, я работал с одной молодой группой. И как только мы разместили в Ютубе первый же клип, нам тут же позвонили какие-то люди, сказали, вам просмотры нужны? Мы спросили, а что это, можно организовать? Ну, говорят, ну, в течение двух минут у вас будет 500, потом 1000. Ну, это за деньги все. Ну, конечно, конечно. Звонили бы так в кинотеатр, вам просмотры нужны, знаете, но мы вам сейчас организуем зрителей через две минуты 500 тысяч. Вот это хорошо было бы. Да, а то у нас кинематограф немножечко проседает. Скажи, пожалуйста, а вот, кстати, про кинематограф. Какие-то фильмы, связанные с кибербезопасностью, с киберпреступлениями, ты можешь сейчас привести на память? Мне нравится фильм Сандры Балак «Сеть». Он, в общем-то, и старый там, да, но все равно. А, враг человечества. Враг человечества. Государство? Враг государства, да. Враг государства, да, тоже. Ну, это фильмы-то, они все еще старые. И все, что там показано, все, что придумывали, оно сейчас это все и есть, видимо, в таком именно развороте. А из современных, не, я ничего не смотрел. А есть какие-то фильмы про кибербезопасность? Ну, вот в прошлом году... А, «Трон». Во. Да. Это не то? Тон. «Трон». Да. Ну, тоже старый фильм. Да. Но в прошлом году, может быть, поправить меня... А, «Чебурашка» еще сейчас про кибербезопасность вышел. Это отличный фильм, кстати. Вот. Во, супер. У нас в России вышел «Технарь». По-моему, наиболее такой приближенный. Слушай, в мою юность и в моей всей жизни «Технарь» это был тот, кто закончил Бауманский вуз, институт. Тот был «Технарь» настоящий, которых сейчас людей не хватает, «Технари» именно. А там «Технарь» что, безопасность, кибербезопасность? Там, да, да. Он закончил ремесленное училище и... Там приводится судьба. Фильм написан на основе реальной истории. И там был очень опытный взломщик, который вскрывал любые системы безопасности. И в итоге его пригласили в крупную компанию. Ну, в общем, там такая очень запутанная история. Короче говоря, там заканчивается все хорошо. Жена у него, правда, погибает, но дочь остается. Живой. А вот наши, которые кибербезопасностью занимаются, они не могут дать симметричный ответ взрыву наших газовых потоков? Они могут там какие-нибудь кабели перерезать? Умеют? Ну, говорят... Да, чтобы не перерезать, а чтобы они не работали просто, и все. Говорят уже в Англии на какой-то судоверфи, где построили новый корабль, кто-то перерезал какие-то кабели, и корабль сейчас отправлен обратно в док. Ясно. Это, наверное, Андрей Луговой. Все, что в Англии, все на него цепят. И не баширует. До сих пор, да. Скажи, пожалуйста, а вот если бы тебе предложили сняться в каком-нибудь ролике или в каком-нибудь фильме, посвященном кибербезопасности, вот кем бы ты себя видел? Злодеем или позитивным персонажем? Я бы хотел злодея сыграть. Такого злодея. Ну, чтобы я в панамочке был, в шортах, но злодей. Ну, такой приятный злодей. Ну, я бы с удовольствием, в общем-то, наверное, снялся, потому что я знаю, что гонорары неплохие во всяких фильмах. Я бы не отказался от гонорара. А ты уже снимался, да, в «Реальных пацанах»? В «Реальных пацанах», да. Ужас. 12 серий. Ну, клево. Я играл себя. Поэтому нормально. Персонаж Витя Рыбин, житель Рублевки я был. Почему Рублевки, не знаю. Ну, видимо, для авторов что Рублевка, что Долгопрудный. Точно. Сегодня нашему главе администрации скажут, все, нас адаптируют с Рублевкой. Нормально, у него сразу статус поднимется. Все хорошо. Нет, Долгопрудный совсем отдельный темп, потому что это город-курорт, порт Пяти Марии и так далее. Я же в гостях, когда у вас был, рассказывал. ЮБК, Южный берег Клязьмы, это курорт. Все. Ну, видишь, мы тоже подобрали такой вид специально, чтобы ты во время интервью... Вы имеете на решетку? Нет, речку. У нас клево, кстати, тут... Ой. И тут всем привет. Извините, что это просто так. Удобнее в кресле сидеть. Здравствуйте, добрый день. Я Рыбин, Ветя, группа Дюна. Кто не знает, кто молодой? За морями есть лимоновый сет. Надо напоминать, понимаете? Все обязательно. Привет с Башобудной, ребят. Слушайте, это прям потрясающе. Вообще, репертуар у нас ужасный, я согласен. Ну, куда денешься? Другого не сочинили, да? Ну, зато этот репертуар популярен уже более 25 лет. Группе 35 лет в этом году было? Да, да. Да, в том, в октябре. 35 лет отмечали, да, команде. 2000, я бы сказал, 1987 год. Да. А ты, кстати, планировал какой-то большой концерт, посвященный... А он был. Он был там, где все обычно большие концерты проходят. В Крокусе. Ага. Я думал, нельзя называть название здесь ничего. Ничего. Ничего можно. В Крокусе, значит, там. Скажи, пожалуйста, а вот бывают ли какие-то случаи, когда пусть на самый простой телефон, но звонят ли какие-нибудь мошенники, и предлагают какие-нибудь там услуги? В последнее время, мне кажется, я не исключение. Всем, наверное, звонит. Я полковник Орехов, пожалуйста, назовите номер карты своей. А лучше сразу три циферки оттуда. Или с вашего счета что-то снимает. Но я могу сказать, что моя супруга, Наташа Сенчко, попала прям один раз под раздачу. В течение двух минут отправила в одну компанию деньги. И через минуту еще в одну компанию. Ее поблагодарили? И потом только мне сказала, слушай, а что тут такое случилось? Ну, я была как загипнотизирована. Ну, хорошо, небольшие деньги, там, 7 тысяч, 8 тысяч рублей. Но все равно. То есть это, ну, это давно. Это было давно, это, наверное, 10 лет назад, может быть, даже чуть больше. А сейчас, нет, сейчас обычно звонят, представляются милиционерами. Вас там списывают и все остальное, и так далее, и все. Ну, и как-то один раз мы с приятелем сидим, ему звонят, говорят, скажите, а каким вы банком пользуетесь? А он так ответил, говорит, я приватбанком. И там сразу матом стали орать. Отвечаю. Ну, видимо, звоните в районе. Деньги в приватбанке, все, то есть, нормально. И там вот. Ну, это понятно, потому что звонят в основном с Украины, а приватбанк там многих кинул, поэтому... А, вот, из-за чего. Понятно, обиделись. Обиделись, да. В результате. Ну, звонят и звонят. Ну что, ну... К сожалению, подвержены этому люди старшего поколения, потому что они верят, доверчивые такие там у вас. У них эти накопления всю жизнь они их копили. Тут какие-то, конечно, сволочи этим пользуются. Ну, надо разъяснять нашему населению. Молодежь сама все знает, а вот взрослым нужно, конечно, подсказывать. Потому что... Скажи, пожалуйста, с точки зрения профессиональной, вот ты сказал, злодей, хакер, это тот персонаж, который ты хотел бы озвучить. Так, я думал, что злодей и хакер — это совершенно конгруентные вещи. Нет? Ну, допустим... Ну, это одно и то же. Злодей, хакер, я имею в виду. Ну, есть просто не хороший хакер, а есть хороший хакер. А-а-а. Так, а чем отличается хороший хакер? Хороший хакер, который... От плохого. Его называют белым хакером, да? Смотря для кого имеется в виду. Это что ли? Да. А-а-а, все, наоборот. То есть это как Касперский типа? Да, практически. Да? Да. Вот... Ну, мне так проще понять. Хотя, я думаю, ребята здесь находятся более, наверное, продвинутые, чем там уже тут. Мы обязательно покажем тебе саму экспозицию. А сделай так, что я исчезну и по голограмму превращусь. Могут? Точно, да. Класс. Все, и сразу, чтобы я не ехал на такси в Долгопрудный, меня можно прям это... Ну, практически, да. Сейчас уже... Хорошо. Очень много реклам и даже уже появились фильмы, где снимаются не сами артисты, а снимаются их какие-то образы, воссозданные при помощи искусственного интеллекта. Ну, реклама с участием одного эстрадного певца, называть фамилию не будем. Какого? Маликова. А что там, не Дима снимает? Ну, его сняли один раз на Хромакее, а потом используют его... Класс какой! Ой, слушайте, ты на концерты так бы можешь, чтобы не ездить. Ну... Раз тебя отправили там на гастроли. Присылаешь фонограмму, да? Ну, раньше... Это уже было раньше, когда Ласковых Маев 20 штук ездило, знаете, и все такое. 14 групп стрелки? Да, да, да. Так я... Один раз как-то ехали... Ну, мы, видимо, не настолько были популярны, чтобы наших групп было 14, но остановились в городе Туапсе водички попить. Вхожу, там реклама висит. Сегодня 18.00 группа Дюна. Я говорю, быстрее валим отсюда, чтобы не поймали. То есть... Ну, кто-то пиджачки одел, ордена и все. То есть скромнее надо выглядеть, в общем-то. И тогда будет все хорошо. И хакеры на тебя не позарятся. Черные. Понял. Да. Скажи, пожалуйста, вот все-таки я вернусь к этому вопросу. Вот если бы ты озвучивал вот этого персонажа, вот этого черного, злого хакера, какой бы голос ты подобрал для него? Я свой, обычный. Ну, пусть будет злодей прям настоящий самый. Тебе бы поверили? Ну, конечно. Я очень убедительно исполняю вот эти наши песни. Мне верят иногда люди. Поэтому вполне возможно. Говорят, видишь, ты правда бухаешь? То есть, ну да, наверное. Если песни такие поют. Поэтому не, обычный голос вполне. Ведь главная узнаваемость. Ну, то есть, как бы вот... Как мы привыкли к голосам Юрия Яковлева, там, Баталова и все остальное. Но, наверное, вот как раз-то интеллект искусственный любыми голосами и пользуется. Иосиф Пригожин недавно прям кричал, что вот все, его интеллект искусственный просто опустил ниже Плинтуса. Это когда опубликовали интервью? Да, да, да. Ну, вполне возможно, я допускаю. То есть, запросто. Ну, в принципе, да. Потому что... Ну, у него явный такой есть его тембр голосовой, манера разговора. И могли запросто. Самое главное, чтобы сразу не началась какая-то вот эта вот охота на ведьм. Вот человека раз... Можно, наверное, дискредитировать. Вот как сейчас вот с Юлией Высоцкой, да, тоже. Раз, все это посыпалось в интернет. Все это вот это вот ужасно кто-то разгоняет. Поэтому надо, ребята, белые хакеры, надо впрячься и защищать нормальных людей, в общем-то. А таких плохих можно, в общем-то, и стирать стеркой. И все. Раз, раз, раз. Нет, не в смысле устранять. Нет. Ну, в смысле вывести на чистую воду. Как вас много-то здесь всех. Круто. И все... Все-все прям шарят, да, в этом сильно? Класс. Здесь сегодня цвет. Да супер. Вообще, я даже не ожидал, что столько, может быть, ребят, девчат, специалистов в этом деле. Класс. Спасибо вам большое. Супер. Отлично. Наша молодежь продвинутая, как всегда. Самые лучшие у нас ребята и девчата молодые в мире. Самые лучшие. Вообще всех. Спасибо большое. Мы очень рады тебя видеть на этой площадке. Ждем тебя всегда в гости. Не в гриме, да? Нет. И не в образе искусственного интеллекта. Ну да, ну ладно. Не, не, мне очень правда приятно проучаствовать. Я чувствую себя частью вот этого большого сегодняшнего события. Я не знаю, это один день идет или несколько? Два, да? Ну, потрясающая атмосфера, хорошая такая, задорная. И знаете, мне что понравилось? Когда мы шли от входа до сюда, мы шли через скопление ваших товарищей, я не услышал ни одного слова матом. Меня это так... Самое мощное было блин. Все, супер. Вот хорошо, воспитанные все, образованные. Классно. Спасибо большое за уделенное время. Всегда рада тебя видеть. Новых творческих успехов, как говорят. Ой, у меня песня новая есть. Слушайте, там слова смешные, не знаю. Я твой сисадмин, мой пароль один 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 один. Вот такая песня. Кстати. Можете поискать, найдете. Такая усылательская, правда, да. Там на работе связей нет, отвалился интернет, и у меня вопрос один. Ну, где же, где же сисадмин? И тут чувак появляется. Я твой сисадмин. Классно. Найдете, послушайте, поржете. Ну, я не могу один. Потом, какой я певец нафиг? Если б я пел, меня б взяли в программу «Голос». А так даже в жюри не берут. А Володю Преснякова взяли. Взяли, да. Значит, признали, что он музыкант. А даже Полину Гагарину взяли. Ну, Полину Гагарину, что, она девушка. К девушкам надо снисходительно относиться. Пусть работает. Ну, ей же надо, она там дочку показала, кстати, сегодня, Мию свою. Впервые. Мне нравится Гагарин. Хорошая девчонка. Хорошая. Да, хорошая. У них вообще там компашка хорошая. Самый, конечно, ненормальный. Баста, ну, супер. Такой, издевается гад во всеми. Зато, самый высокий рейтинг у него в середине. У вас-то, да? А мы смотрим с Наташей голос. Мне нравится. У нас так хорошо, такие вообще потрясающие вокалисты есть. Очень классно, очень здорово. Прям душа. Раньше, может быть, смотрел Дункан Маклауд этот. Сейчас программу голос. Все. Ну, ладно, все, спасибо. Я не буду трепаться больше. Спасибо вам большое тоже. Это компашка. Спасибо. Спасибо.